Все, трансляция пошла. Сервис называется TaskPay. Пользуюсь я им достаточно давно, уже примерно лет, наверное, пять. Точно, может, четыре-пять лет. Что такое TaskPay? Здесь как для исполнителей, так и для заказчиков. Меня не интересует, я как исполнитель за копеечки выполнять какие-то задания, я его позиционирую как рекламодатель. TaskPay – это заработок в интернете без вложений. Это для тех, кто выполняет задания. С выводом денег на карту. Тысяча с оплатой за деньги. Смотрите, тут уже выплачено более 13 миллионов. Ну, естественно, сервис что-то забирает себе и платят рекламодатели. Так вот, 13 миллионов уже исполнители получили. То есть сервис достаточно раскручен, и он, кстати, из тех сервисов, которыми я пользуюсь, он самый дешевый. Заказчиков более 46 тысяч человек и активных заданий на данный момент уже 4,5 тысячи. С чего начать? Ну, это вот написано для исполнителей. Выполняйте задания, от заказчиков свободное для вас время. Привлекайте друзей. Зарабатывайте до 40% с каждого выполнения вашего реферала. Зарабатывайте деньги. Получайте честно заработанные деньги сразу же после проверки задания. Вывод уже много раз выводила на 100 рублей. Получите результат. Тысячи надежных исполнителей готовы выполнить любое ваше задание. Преимущество. Заработок на простых заданиях. Вы можете зарабатывать несколько тысяч рублей в месяц, выполняя простые задания, которые не требуют серьезных навыков. Тут не нужно высшего образования. Можно даже быть школьником и так далее. Быстрый и удобный вывод. Минимальная сумма для выплаты 100 рублей. Вывод на Kiwi, WebMoney, U-Money. И реферальная программа есть. Система рейтингов. Система рейтинга позволит выбрать подходящих исполнителей. Оплата происходит после вашего подтверждения. Распределение выполнений по времени. Создавайте удобные расписания для выполнения ваших заданий. Выгодные цены и бонусы. Здесь показано топ-партнеров и исполнителей. Прочтение статей. Написание. Я же говорю, вообще такой дешевый сервис. То есть он по карману не бьет. Рецензии к видеороликам. Оценка сайта. Тестирование приложений. Есть партнерская программа. Ссылочку я дам после того, как я проведу голосовой. Ссылка будет у нас в чате. Я здесь уже, видите, сколько звезд от того, что я часто даю здесь задания. И вот здесь вот показано, ну, какие тут есть задания. Быстрый заработок. 30 тысяч за пару минут. То есть это название. Кто во что гораст. Установить приложение на Android. Переход по ссылке. 15 секунд надо побыть на сайте. Легкие деньги. Самые быстрые 75 рублей. Ну, там различные игры здесь рекламируют. Я здесь что рекламирую? В просмотре на YouTube заказываю. И вот вам, ну, как я раскручиваю ВК. Достаточно. У меня раскрученный аккаунт. Тут даже люди мне предлагали, чтобы на моей стене выставить пост. Предлагали мне деньги. Ну, какую-то рекламу, чтобы я выставляла. Уже около 10 лет моему аккаунту. У меня их два. И второй также раскрученный. Друзей у меня 7 270 друзей. И подписчиков у меня 34 тысячи подписчиков. Вот такой пост у меня стоит сейчас в закрепе. Ну, я меняю их, чтобы не предалось людям, меняю их примерно раз в 5 дней, может, раз в неделю. Здесь я рекламировала GenMoney. Записала вот такое видео, которое из чата Сергеева взяла. И вообще пост рекомендуется писать большой, уникальный. Ну, не мастер. Так что у меня так все вкратце. Причем я пока гуляла с ребенком, быстренько писала. Из-за нехватки времени можно было, конечно, тут смайлики поставить различные. Улыбающиеся, либо там палец вправо. Ну, такое привлекающее внимание. Хэштеги обязательно добавить надо было. Ну, в общем, пост получился у меня такой по-быстрому. Сейчас я буду давать задания по этому посту. Надо будет подписаться, ну, добавиться в друзья на мою страницу. Дальше надо будет просмотреть вот это видео и написать комментарий сюда и ответить на вопрос. То есть проверять будет автомат. Ну, например, 30 заданий я дам, чтобы мне 30 раз не заглядывать в сервис TaskPlay. Проверять будет автомат. И давайте обо всем подробно. Копирую адрес ссылки и нажимаю вот здесь создать задание. Вот здесь у меня колокольчик. Вот о каждом выполненном задании меня робот оповещает. Вот вашу заявку на вывод средств подтвердили. Это вот я выводила 1 июня деньги отсюда. Ну, на рефералах, так как у меня рефералов здесь уже много. И вот простое задание в ВК выполнили, выполнили, выполнили. И вот так вот 1451 оповещение. То есть этим сервисом я постоянно пользуюсь. Так как деньги вывели, это основной баланс, которого я могу выводить. Это рекламный баланс, еще 59 рублей с него. Я не могу выводить деньги. Я могу только лишь потратить на создание заданий. Итак, создаем задание. Создаем его. Надо назвать сначала. Добавиться в друзья. Тип задания. Здесь выбираем постинг, статьи, установка приложений, регистрация с активностью, регистрация без активности, серфинг, клики, мессенджеры, соцсети, YouTube, Routube, Zen, отзывы написать. Что-то в Авито сделать, в Альберисе, в Азоне, финансы, Копчу пройти и так далее, и так далее. Здесь у меня соцсеть выбираю, потому что ВК – это соцсеть. Сюда ставлю ссылку. Здесь выбираю по очереди, чтобы люди переходили по очереди. В описании вот это удаляю. Здесь показано. Распишите по пунктам, что нужно сделать. Там первое – добавиться в друзья, второе – то-то, то-то, третье – то-то, то-то и так далее. Лишний текст удалить. Значит, мы это удаляем. Добавиться в друзья. Дальше. Просмотреть видео. Посмотреть видео. Поставить лайк и написать положительный комментарий. ответить на вопрос на контроль. Время на выполнение вы можете дать 1 час, либо 15 минут, либо 30 минут. Ну что тут? Час всего-то надо посмотреть видео. Ну, 30 минут хватит, я думаю. Ручная проверка. Если задание какое-нибудь дорогое, например, вы выставляете видео, можно такое задание дать. Человек сделает репост. Ну, вот вашим постом поделится, закрепит его на стене, и вы вручную проверяете здесь. Он дает скриншот, либо ссылку на пост, и должно у него провисеть там. Ну, либо не репост сделать, а написать, например, вы даете текст, даете скриншот, ну, или у нас про материалы в Джинмане можно взять. И человек пишет пост с вашей реферальной ссылкой. И, например, может это сделать тот, у кого от 100 друзей или от 200 друзей. И чтобы этот пост у него провисел, например, 3 дня. И вот тогда он дает или ссылку на пост, или скриншот делает ручная проверка. Вы заходите по этой ссылке, смотрите, так ли у него это все провисело. Но не сразу, чтобы ему оплатилось задание, а то он сразу его открепит или удалит. А вот 3 дня, чтобы повисело, и здесь ручная проверка, таргетинг, ну, в общем, время трое суток. А вот время на проверку можно дать сутки, либо двое суток, либо трое суток. Вот выбирайте трое суток и пусть. Ну, кстати, надо сделать такое. Сейчас я дам автоматическая проверка с контрольным вопросом. Вопрос вот здесь пишите такой, чтобы можно было ответить легко. Либо да, нет, либо, например, как меня зовут. Они заходят в профиль и отвечают Ирина. Или какая моя фамилия. Они должны зайти в профиль, посмотреть. А тут видите, вот, может, кто-то заинтересуется. То есть, таким образом я раскручиваю страницу и привлекаю внимание. Ну, можно, как называется Телеграм-бот. Они пишут, джинмани. Какое мое имя в профиле? Вот так напишу. Какое мое имя в профиле? Я здесь пишу Ирина. Им это не видно, исполнителям. Они должны зайти в профиль и посмотреть, что меня зовут Ирина, и написать Ирина. Если ответят другое имя, автомат не засчитает, потому что вот этот контрольный ответ. Здесь это география, таргетинг по времени. Ничего я это не ввожу. Можете задать время, когда ваше задание будет доступно. Например, я уезжаю в отпуск, и автомат будет проверять. Кстати, я уезжаю в отпуск 29-го. Это будет следующий четверг, и обучения не будет. То есть пропустим одну неделю. Вот, добавить дни выполнения. И, например, добавиться в друзья сегодня, завтра, послезавтра, пролайкать. Например, сделали отложенные посты. Тут же можно сделать отложенный пост. Вот сейчас, например, сделать, например, 23-го, там, 27-го, 28-го. И в очередь поставить. И здесь также расписание, 25-го, 26-го, 27-го. Все, вы отдыхаете, у вас посты выходят, и люди добавляются. Кстати, я так и сделаю сегодня, перед тем, как уехать, чтобы страничка моя раскручивалась, а я спокойно себе отдыхала. Здесь сумму я ввожу 0, ой, не 0. Ну, да, 50 копеек, 30 выполнений. Ну, если 15 рублей дорого, сервис, кстати, берет себе половину, ну, 20 выполнений, вот так поставлю, на 10 рублей. Добавиться в друзья, в ВК лайк. Здесь будет модерация. Как только модерацию пройдет, задание будет доступно в поиске. А еще. Кстати, я не делала расписание ни разу. Сейчас я свою ссылочку скопирую реферальную. Вот так. Копировать ссылку. И какую-то фотографию надо. Ладно, у меня фотографий моих полно. Пора в отпуск. Пора в отпуск. За работой. Много денег с помощью. Сразу можно вот такой хэштег делать. Пробел ставлю, потому что хэштег тогда не будет кликаться, если я... Если я сразу поставлю... Автома уронка... Подарок. Не дают. Дальше идем регистрация. Здесь пишем хэштеги. Команда. Команда. Вот. И сюда фотографию. Здесь у меня вот есть альбомы уже готовые. 69 альбомов. Можно вот отсюда взять какую-нибудь фотографию. Морь 22. Морь 22. Вот так. Из отпуска. Все. Ставим в очередь. Так, а на какое... Будет опубликовано сейчас, да. Перезагружаем страницу. Отложенная запись опубликована у меня. Можно вот этот пост, чтобы человек опубликовал у себя на странице. Создадим еще одно задание. И будет оно стоить 5 рублей. Публикация в ВК назовем. Тип-задание тоже в соцсети. Ссылочку вставляем новую. Копируем адрес ссыл. Вставляем. И расписываем. Копируйте текст и выставьте у себя на странице ВК. На три дня до 25.06 в 16 часов 30 минут. Текст. Так, текст. Копируем вот этот. Копируйте текст, выставьте у себя на странице. И закрепите его. Если не будет закреплен, задание не засчитываю. Задание не засчитываю. Копируйте текст, выставьте у себя на странице. С такого-то так. И закрепите. А фотографию тут никак. Значит, фото. Найдите любое фото из отпуска. Море, пальмы, горы. Путешествия. И прочие. Все. Проверка будет ручная. Ну, за один час как раз справятся. Можно ли им выполнить повторение. Так, тут мне не пускает. Одноразовое задание. То есть, один человек будет выполнять, ну, один раз вот это задание. Проверка будет ручная. Время на проверку трое суток мы даем. Потому что три дня должно провисеть. Примеры информации для подтверждения. Укажите свой логин на сайте. Укажите все ссылки, что вы посещали. Прикрепите скриншот и так далее. Значит, прислать ссылку на закрепленный пост в ВК. Цена. Укатрия. Пять рублей дадим. Пять. Количество будет. Пять. Двадцать пять рублей. Создаем задание. Напишу себе как раз напоминание. Что Таск Пэй у нас проверить. Проверка двадцать пятого. Это я себе пишу. Шестнадцать тридцать. Ну, все. А здесь у нас не начали выполнять задание. Ноль, ноль, ноль. Еще не начали выполнять. Лайт, подписка, коммент. Так. Пока еще не начали выполнять. А то посмотрим. Ну, в принципе, все, что я хотела рассказать по этому сервису. Сейчас я остановлю запись. Если будут вопросы, то я отвечу. Спасибо.